Приветствую вас и давайте условно разделим помощь вам на две основные части. Первая часть включается в том, что касается вашего мужчины. И тут нужно сказать так, что безусловно, как специалист есть в своей области, я не могу говорить о наркотических средствах, о том, насколько этот препарат опасен и так далее. Думаю, про него вам нужно задать вопрос в разделах медицины, там вам дадут более исчерпывающий, а самогласный профессиональный ответ. Как психолог могу сказать, что любая зависимость, в том числе и наркотическая зависимость, всегда обусловлена определенными утренними противоречиями человеку, неразрешимыми с его точки зрения. И поэтому, что бы вы ни делали, как бы вы не просили человека перестать употреблять наркотик, пока не будет разрешены изначальные обстоятельства и устранены, устранены символы, толкнувшие и толкающие человека на употребление наркотиков, все беспозже. Дело в том, что если вот вы скажете ему, что я, допустим, от тебя ухожу, потому-то ты принимаешь наркотики, если ты хочешь быть со мной, то, соответственно, перестанешь принимать и все будет хорошо. Молодой человек на время, пока будет вас возвращать, принимать наркотики, действительно перестанет, но как только все нормализуется и придет в обыденное русло, войдет в обыденное русло, то вновь начнутся эти самые обманы, эти самые тайные дозы и прочее, и прочее. Просто потому, что изначальная первопричина принятия наркотиков у человека стала. Вот давайте все еще попробуем разобраться с тем, почему человек начал их принимать, что его подвигло, наверное, какие обстоятельства толкают личность на то, чтобы избегать внутренних противоречий. В этом плане вам, вашему молодому человеку, нужна помощь нарколога, сколько именно психологическая помощь для того, чтобы лучше разобраться в себе, понять причины и устранить их. Но возможно это лишь в том случае, если человек хочет решать проблему, если человек хочет стремиться это сделать. Возбудить у личности желание меняться можно только путем постепенного, терпеливого, сознательного, последовательного расширения мотивационной сферы и тогда человек больше будет понимать, для чего ему нужно, допустим, перестать принимать наркотики, которые там еще не являются запрещенными в России, что является, ну, скажем так, облегчающими обстоятельствами в лице субъекта. То есть, субъект думает, как, я принимаю то, что не вредно, значит, я могу это понимать, мне ничего не будет. И на последствия, естественно, обращается внимание, ну, а только поскольку. Значит, нужно повышать мотивационную сферу, сознательно повышать мотивационную сферу человека для того, чтобы он пришел к решению бросить наркотики. Для этого нужно стараться показывать ему негативные стороны этого, стараться, собственно говоря, положительные показывать стороны, да, допустим, ну, как вариант экономии средств, траты их на что-то другое и так далее. Ну, это просто как вот пример. Таких мотивов, хоть быть, очень много и только вам, как человеку, который знает мужчину, лучше будет найти их самостоятельно. Но это параллельно с поиском и работой с первопричинами. Если первопричины устранены не будут, то и данное направление тоже не возымеет никакого эффекта. Это очень важно понимать. То есть, вот здесь мы с вами немножечко поняли. Я надеюсь, я надеюсь. Дальше. Дальше нужно сказать так, что если первопричины будут устранены, мотивационное поле будет найдено, и человек действительно захочет избавиться от наркотиков и начнет это делать, ему потребуется помощь и поддержка с вашей стороны. Дело в том, что привычка наркотической независимости, еще и привычка, она опасна и тяжела тем, что абсолютно все в окружении человека напоминает о ней, о привычке. То есть, человек пришел, допустим, в какую-то комнату, в какую-то квартиру. И он тут же вспомнил, как он здесь принимал дозу, как ему было хорошо, и тут же возникает непреодолимое желание эту самую дозу получить. Как вы, наверное, догадываетесь, нужна подверочка, нужно лечение человека, постоянное занятость, чтобы постепенно вот эти вот ассоциации уходили. Говоря профессиональным языком, в сознании есть, точнее, даже не так сказать, человеческое сознание способно вместить в себя одновременно 6 плюс-минус 2 объекта, элементов. Именно они, эти элементы, определяют то, о чем человек в данный момент думает и что воспринимает. Больше человек не может. Если вытеснять определенные элементы человеческого сознания другими, то со временем произойдет умещение и те элементы, которые будут вытеснены, я имею в виду обладающие оттенком привычки, оттенком какого-то заданного механизма поведения, они исчерпны. На это нужно время, опять-таки, поддержка и терпение. Терпение, наверное, в большей степени с вашей стороны. Вот, примерно так, вы можете помочь своему молодому человеку. То есть, я надеюсь, понятно, да? Первая причина, мотивационная боли и постепенное отвыкание. Три направления. Дальше. Что касается вас, то с вами все на самом деле не так однозначно. Вы пишете, что вы переживаете и не можете воспринимать мужчину как отца своего ребенка, которого вы ждете, и будущего мужа. Давайте подумаем. С вами так над этим вопрос. Почему вы планируете свое будущее только с этим человеком? Насколько сильно вы от него зависите? И можете ли вы представить свою жизнь без него? То есть, постараемся отделить ваши потребности личностные, как индивидуальности, от потребностей непосредственно в конъекте любовных отношений. Ведь если мужчина, не отвечая вашему требованию, не является добросовестным мужем, надежным человеком, то уважать такого нельзя. Но вы, тем не менее, все равно хотите быть с ним. Возникает вопрос, почему вы так сильно к нему привязаны? Насколько вы в себе уверены? И есть ли у вас варианты существования без него? Если все вот эти вопросы, вопросы уверенности в себе, вопросы существования без него, вопросы независимости, самостоятельности будут решены? Вы сможете посмотреть на мужчину исключительно как женщину. Женщина в узком смысле. И тем самым поймете, а вообще вы хотите с ним быть дальше и делать для него все то, что нужно? Или вы с ним просто потому-то боитесь, что кроме него ничего больше не будет. Или будет, но с очень большими трудностями, временными, психоэмоциональными затратами и прочее. Вот такое развлечение вам нужно сделать. И когда оно будет осуществлено, вам станет понятно, куда двигаться, в каком направлении поступать и на что обращать свое внимание и прикладывать усилия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.